Махабхава Шимати Адхарани, она является и самоотвращенный образ Махабхавы является божеством Шимати Адхарани. Как Шерупа Госвами в Уджаване Ламане объясняет, что из биллиона врача гопи самая возвышенная из них Шимати Адхарани и Чандравали, а из этих двух врача гопи Шимати Адхарани является высочайшей и непревзойденной во всех отношениях. И если сравнить Чандравали и Шимати Адхарани, Шимати Адхарани превосходит Чандравали вам тысячу раз, поэтому Шерупа Госвами объясняет это божеством Ламане. Очень сокровенные темы, детальным образом он дарует нам. И когда Рамананда хотел далее продолжить, но читание Махабхава закрыл его лотосные уста, когда он начал рассказывать о том, о чем Шерупа Госвами поведал в Уджаване Ламане. Это является самым сокровенным знанием, что является украшением Шимати Адхарани. что является истинным поклонением Шимати Адхарани. Что ее красота, которую невозможно сравнить, она недоступна нигде в трех мирах той божественной красотой, которой обладает Шимати Адхарани. И также Рай Рамананда упоминает о том, что Шимати Адхарани, она имеет совершенно природную застенчивость и также особое сострадание, одежда, которая покрывает ее божественное тело. Она также является золотой свечей Матю Адхарани. Это также ее настроение любви, это выражение ее бхавы, которое выражается в этом удивительном цвете ее тела и в той одежде, которую она носит. И поэтому Рай Рамананда говорит, это чья милость и чья слава, которая является самой совершенной во всех отношениях. Почему? Потому что никто не в состоянии, даже Кришна, он не может по-настоящему прикоснуться к трансидентной славе Шимати Адхарани. Читание Муха продолжал слушать. И он сказал, что конечной целью конечной целью и что является, это то, что беседка Фриндавана Радха и Кришна, которая является олицетворением юности, свежести и красоты, когда происходит эта встреча. И этот Дникунджа Лила, который является самыми сокровенными и сладчайшими Лилами, Радхи и Кришны. Далее Рай Раманда, он сказал о преме Вайчитре, о этой особой мухапхаву Шимати Адхарани, которую она испытывает в безумии премы. И читание Мухапрабон сказал, что Милан и Вероха, встреча и разлука, это одна и та же сторона, одно и то же самое премы. Точно так же, если вы возьмете монету, с одной стороны, это две стороны, той же премы, разлука и встреча. И поэтому это состояние Шимати Адхарани, которое она проявляет, встречаясь с Кришной, с Кришной, она проявляет настроение разлуки. Это према Вайчитре. Вайчитре, это та особая мухапхава, которая повергает Кришну в совершенное заблуждение. Как это возможно? Почему в этот момент Шимати Адхарани и Шри Кришна на уровне мухапхавы, они совершенно находятся в замешательстве, потому что Шимати Адхарани, она считает, что Кришна и Шимати Адхарани становятся как бы одно целое. Это праная, это совершенное чувство, когда Шимати Адхарани, она думает, что она Кришна, а Кришна считает, что Он в этот момент Сама Шима Тиртварани, это Махабхава Шима Тиртварани, она выражена таким образом, что в Лолита и Вишака Кунжи, когда она делилась с этими особыми сочувствами с Вишакой и Лолитой, и когда Читая Махабхава начал слушать эту возвышенную тему, он закрыл лотосную стопу Рая Романда. Он сказал, что эти знания не в состоянии выразить дживам этого материального мира и даже вечным спутникам Шри Читания Махабхабху. И таким образом Шри Читания Махабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхабхаб И далее Читаем Крабу сказал о том, что без руководства вечных спутников Кришны, таких, которые находятся в героине, которые напрямую встречаются с Кришной, и те, которые непосредственно косвенным образом Татабхава и Дхамачи, и сам Бог Бхава и Чхамани. То есть, и то, что существует Манджария Бхава, которая проявляется не через прямые отношения с Кришной, но непосредственным образом, являясь красотой, любящим Адьяхарани, это Манджария Бхава, это то, что принес Читаем Махапрабу. И поэтому далее, когда Рай Роман Атам сказал, что Бхактия, оно является самой возвышенной из всех духовных практик, что Кришна Бхактия, оно является конечной целью, является благом для всех этого материального мира. И в этой шлоке, который закончил Рай Роман Атам, что во всем материном мире, Кришна Бхактия, которая является самой высочайшей практикой, которая происходит в Саду Сангой под руководством Харикуру и Вашнавов. Поэтому такого вида Саду Сангу имея, вы можете обрести духовный результат. А если вы не имеете Саду Сангу, то за тысячу-тысячу жизней вы не сможете приблизиться к Бхактии. Но почему происходит вот это общение Саду Санге и возможность стать на путь Бхактии? Потому что то, что вы уже практиковали в прошлых своих жизней, вы достигли в этой жизни того результата духовного, который вы обретаете в Саду Санге. Поэтому даже Лакшми, Лакшми, она не в состоянии обрести такой шанс, потому что у нее желание действовать независимым образом, не следуя наставлениям Кришны. Но в Саду Санге, когда находимся под руководством Харикуры и Вашнавов, то тогда у нас есть надежда, что когда-то в какое-то время в этой жизни или в следующем мы обретем конечную цель нашего существования Кришна Пряма. И таким образом, Сварупа Шри Читания Махапрабху, которая в этот момент раскрылась в полной мере, он не мог уже контролировать себя, слушая эти сокровенные тайны и сердца Рая Рамананда. Он был не в состоянии выразить это со своего состояния. Сарупа Бхатачаря, являясь, который даровал эту возможность встретиться Читания Махапрабху с Рая Рамананда, как Кришна, который не может в состоянии сжать своих чувств, когда находится рядом с Шимати Ахране, точно так же Читания Махапрабху, являясь едином образом Радхи и Кришны. И Рая Рамананда сказала ему, я видел тебя вначале, как Рада и Кришну вместе, в комбинированной форме, а так же я вижу тебя, как Саньяся. Почему? Потому что Читания Махапрабу в этот момент экстетического состояния проявил Раджа Махапрабху вот эту форму. И Рая Раманда сказал, что вначале я видел тебя в золотом образе, Саньяся, а теперь я вижу, что твой цвет Шияма Кришны покрывает золотое сияние Канчина Гауранги, золотое сияние Шимати Радхарани. И в этот момент Шри Рая Рамананда, он реализовал истинное положение Читания Махапрабху. Кто такой Читания Махапрабху, он образ Радхи и Кришны. Поэтому, когда Шри Рая Рамананда, сама Вишак, она находилась в общении с Радхой и Кришной, она видела их в отделенном образе. Ну и поэтому у нее никогда не было шанса увидеть объединенный образ Радхи и Кришны, которым является Читание Махапрабху. И когда Рамананда аризовал это, увидев этот прекрасный образ Радхи и Кришны, которым является Читание Махапрабху, он был в совершенном восторге, в духовном восторге того, что он обрел это дальше. Как Шинрасим Хадев, которого увидели в колонии, почему-то, потому что Прохлада Махапрабху имела невыразимую любовь. Он видел его повсюду. И таким образом, следуя желанию своего чистого преданного, Шинрасим Хадев, он проявился с колонии. Точно так же Читание Махапрабху в этот момент, испытывая необыкновенную любовь и увлечения к преданности Радхи и Кришны, он дал ему возможность реализовать сокровенную тайну своего божественного снисхождения. Это объединен образ Радхи и Кришны, который настолько привлекателен, изумителен и сладостен. И Рая Романда сказал, что я вижу сейчас этот Канчина Гауранги, этот золотой цвет, который обнимает, полностью покрывает божественный образ Кришны, что является... И таким образом, он настолько насладился этим духовным видением Махапрабху и Самочи Мати-Отхаране, которую он увидел в Читании Махапрабху. И Читания Махапрабху был также очень счастлив этой сладчайшей лилой, которая произошла на берегу Кадавари. Читания Махапрабху сказал, что твое истинное положение, того, что ты пришел сюда, это насладиться теми особыми отношениями, которые ты имеешь в Шримате Радхи и Радхи. И также даровать эти знания, которыми ты поделился со мной. И когда Раджа Махапрабху Сварупу показал Читанию Приву Рая Романанды, что явилось кульминацией этого удивительного разговора. Радха и Кришна в едином образе, которому нет сравнения. Радха и Кришна как-то вместе пришли в образе Шри Читания Махапрабху. Рая Романанды, он был полностью уверен, и находясь в полном экстречном состоянии, он готов был потерять сознание. И так же объясняется. И хотя Романанды являясь Вишакой, самой близкой подружкой Шримате Радхи, и хотя Вишакха видела Радху и Кришну, когда они встречались, но когда наводила их в едином образе, но она не могла это видеть раньше. И для нее это было божественным откровением, и поэтому не в состоянии, держать свои эстетические состояния, наконец-то он потерял сознание. И тогда Шри Читания Махапрабху прикоснулся с любовью к Рая Романанды. И Рая Романанды, он пришел в сознание, и он увидел Шри Читания Махапрабху в его саньяси в форме, и он опять удивился. Он сказал, только что я увидел тебя в Махапхаве Сварупе, Радха и Кришна вместе, а сейчас я вижу тебя в образе саньяси, что же это за воплощение твое. И тогда с любовью Шри Читания Махапрабху обнял Рая Романанды и сказал ему. И то есть он выразил свою благодарность таким образом. А сейчас Поджапад Шри Читания Махарадж, он дает слово только что пришедшему Поджапад Шри Читания Махараджу. Махапрабху обнял Рая Романанды. Прежде всего я хотел бы предложить мои смиренные дантоват пранамы, лотосным стопам, моим духовным учителям. Махапрабху обнял Рая Рая Ращата Шишимат Бхакти Веданта. Бхакти Веданта, с вами Махарадж и моим шикша Гуру. Шишимат Бхакти Веданта Горга Виндогасвай Махараджу. Шишимат Бхактиатанта, Бхакти Рашкадара Махараджа, Шишимат Бхакти Таачила, Бхакти Викьяна Барати Гаслами, и также присутствующим здесь, Паджи Паата, Шидара Махараджа и всем присутствующим. Очень трудно войти в глубокую реализацию, потому что то, что находится за пределами этого мира, но Бхакти Деви, она очень зависима, ее можно только достичь с помощью в общении в Саду Санге. И в Саду Санге она обладает большим могуществом. Когда я пришел в общение с человеком Гуру Девом, Шонарейна Гаслами Махараджа, я не мог понять могущество Саду Санге. Я просто, ну, обычно, как многие, занимался каким-то образом независимо, своими нуждами. Но сейчас я еще более яснее вижу, что происходило тогда, я в то время не понимала. Но это имело место, что каждое слово, каждая буква, все, что говорил Шиллак Гуру Дев, сейчас становится реальностью для меня. И то, о чем Шиллак Гуру Дев говорил, очень широко объясняю Харикатхи для западных преданных, он говорил, он также очень глубоко о Сидханте, которая скрывается в рай романа «Дасамват». И то первое, о чем говорил Шиллак Гуру Дев, когда он приехал в западные страны, я до сих пор помню, в тот момент я записывал все, и также на магнитофонную ленту все записывал. И поэтому до сих пор я это имею. Очень многое, о чем Шиллак Гуру Дев говорил. Он говорил то, что даже он после уже никогда не говорил. И поэтому тогда я, когда записывал, в действительности, что является хранилищем очень сокровенных выражений того, что Шиллак Гуру Дев рассказывал, однажды я помню. В действительности, когда я прибыл сегодня сюда, про Боджи, я слышал, он говорил о различных расах Шанта, Раси, Даси, Сакова, Цали и так далее. Я подумал, это объяснение очень хорошее, очень глубокое. И Шиллак Гуру Дев, он также говорил об этом различным образом, в различное время, и можно сравнить сейчас все это вместе. Как он, например, говорил, что Шанта, Раса, когда Баба Бахти достигается, и Рати в Шанта, Раси приходит. И поэтому Шанта, Рати, она также того настроения, кто находится в Шанте, Раси. Те люди, которые достигают конечной цели в Шанта, Раси, они, как вот Баба Боже объяснял, у них сильная ништха Кришне. Они ни о чем другом не хотят слушать. Лишь только темы, связанные с Кришной. Они другого ничего не желают слушать. Лишь только те темы, которые связаны с Кришной. И они имеют сильную ништху, и также никакой привязанности к этому материальному существованию. Это принцип Шанта, Раси. Когда Господь становится более интенсивен на уровне премы, эта према, она проявляется в Дасе, Раси. Пчела Городева, он как-то рассказывал о Субадре Деве, Субадре Деве, которая является сестрой Кришны. Но эти отношения, они основаны на Дасе, Расе, которая полностью принимает приют, вот о свистов Кришны. И давался пример. Однажды, на Куракшетре, когда происходила война, ее сын, сын Абимани, он хотел войти. Куда-то он вошел, но он не смог выйти. Он где-то, он где-то, он как-то попал в ловушку. И в этот момент Карана и кто-то еще другой убил его. Но Кришна это видел. Да, душа сына. И он понял, что это сын Субадры, но он ничего не сделал, чтобы его спасти. Ассо Патра, она знала о том, что он мог защитить Абиманя, но он ничего не сделал. Для того, чтобы защитить его. Почему? Никто знает. Но результатом оказалось, когда Прима, любовь к Кришне, она не может быть сломанной, чтобы она могла прекратиться. И хотя она знала, что он мог сохранить ее сына, но она ничего не испытывала Кришне. Лишь только ту Приму, которую она постоянно хранила в своем сердце. И любовь, и она в этот момент не уменьшилась даже ни на одно мгновение. Это является могуществом Примы. Это в Дасиараса. Далее Сакараса. Сака там Праная. Праная, она очень проявлена в Сакарасе, как уже объясняли. Праная, это когда нет никакого чувства Айшварея, что как бы совершенное равенство. Равенство. Кришна, что я Кришна, Кришна в этот момент чувствует настроение друга своего, а друг чувствует совершенное настроение Кришны. Что Кришна имеет, так же имеют его друзья. А у них нет никакой разницы. Это совершеннейшее чувство. Мы не можем это даже себе представить с помощью материальных чувств. Это поэтому такому же принципу. Принципы и отношения развиваются в Сакарасе. Сакараса, который является в центре, в котором находится Кришна. И дается пример. Однажды Кришна, после того, как Он убил демонов, Его покрыла пыль. Он был немного покрыт пылью. Почему-то это не такая простая. Там нужно очень много прикладывать усилия, очень много демонов. И когда Кришна убил демона, Брама, Индра, Шива-джи пришли и начали прославлять Кришну снова и снова в Ставастоте, что Ты очень могуществен, что Ты обладаешь такой силою, Ты являешься верховной Личностью Бога. Никто не может сравниться с такими качествами, которыми Ты обладаешь. Они прославляли. В это время Арджуна Сакха пришел. И Он положил свою руку, обняв за шею Кришну. И Он увидел, что это павлино-перо Кришны, оно покрыто пылью. И Он взял это перо, смахнул пыль перед Брамой, который имеет четыре головы, перед Шива-джи. Как это возможно? И Его поведение им казалось очень странным. Как Он может себя таким образом вести? Почему? Потому что не было никакой, никакой Ашвари. Это то, что Он мог себе позволить. Он и позволяет это делать с Кришной. Это и есть и слава, сакхраса, которая проявляется в праная. А затем, когда праная, она немножко меняется и становится маном. И как в Раджа-Гопе, они также имеют праная, которые имеют гопы. Но она как бы уже меняет свою природу. Она становится очень странной. В Раджа-Гопе считают, что Кришна любит меня, например. Никто не может сравниться с этим. Он всегда приходит и заботится обо мне. Он все время думает о мне. Он никогда меня не оставит. Почему-то, что Он очень любит меня. И поэтому Он приходит в ман. Ревнивый гнев. Чем больше этого ревнивого гнева я проявляю, тем больше Кришна будет чувствовать себя, что Он оскорбил меня каким-то образом. И поэтому Он пытается загладить свою вину. И Он прикладывает большие усилия, чтобы снова опять встретиться со мной. У них есть такие представления. Вот такое определенное представление. И поэтому это... Поэтому на Галоке Вриндаване кто-то, кто желает... То есть тот садака, который совершает духовный процесс, он очень должен прикладывать большие усилия для того, чтобы обрести духовную реализацию. И что является особым положением Галоке Вриндавана перед Вайкунтвой. Ощода Моя. Она иногда хватает Кришну за ухо. Или иногда хворостиной грозит ему, Кришна, я тебя сейчас накажу. А Кришна, он дрожит, и он плачет в этот момент. И он говорит, мама, мама, прости меня, я больше не буду. То есть это выражается сразу в словах Кришны. Поэтому вы должны подумать вначале, как Бхатер Шащидар Махарадж говорил, когда Удава, он пришел во Врач. И он, когда он реализовал, когда он прикоснулся к трансцендентному положению любви Враджа Гопи, он сказал, что он желает родиться кустом или тонкой травинкой во Врадже. Что когда Враджа Гопи, они будут возвращаться после свидания с Кришной, и они наступят на травинку. И в этот момент я смогу обрести лотосную пыль в стоп, тогда моя жизнь увенчается успехом. Как это возможно? Вы можете, как вы можем? Удава, он является самым возвышенным, как Шри Кришна говорил, ты очень дорог мне, чем моя даже Лапшми. Даже мой Сакаршан. Сан Каршан, конечно. Ты очень близок к мне, даже ближе, чем я сам. И поэтому Бахтира Шакши Шидарма Харач, поэтому сказал, поэтому для того, чтобы достиг Галлоки Вриндавана, должны обрести смирение. И через эту линию, это его смирение, которое очень тонкое, вы сможете приблизиться к реальности Галлоки Вриндавана. Бахтира Шакши Шидарма Харач, и также наш присутствующий Шидарма Харач, и так далее. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok